Друзья, всем привет. Неделя распаковок наушников. Смотрите, какие прикольные. Наушники приехали. Приехали они уже неделю-две назад. Руки только сейчас дошли. Прикольные в чем? Китайские надписи. Что это? Фунди Мунди версия 1. Компоновка 1 мм. Да, конечно, 1 мм. 10 мм драйвер, который за бас отвечает. И две балансные арматуры. 1 кГц, 106 дБ, 16 Ом. Давай смотреть. Фунди Мунди. Сверху бумажный кожух. Внутри уже жесткая упаковка. Что написано? Не знаю. X-Division. Вот так вот у нас здесь все укомплектовано. Уже вижу. Они черные. Выглядит круто. Кошелек какой, смотрите. Походу кожаный. Наушники недешевые. Актуальную цену сейчас выведу на экран. Я даже, честно говоря, не посмотрел. Знаю, что недешевые. Ну, в общем-то, в этом кошелечке... Ну, слушайте, ну он хрустит прям, как кожа. Такой позолоченный прям. Здесь кабель. Вот красавчики. Ну, вот опять обзора не будет. Вот опять, ребят, не будет обзора. Ёбаный рот! Вместо тысячи слов. Вот что присылают такие мне? Нет, возможно, есть... Не, нет. А как он будет, переходник? С маленького на большой бывает. А с большого на... Куда я его совать должен? Вот куда? Второй раз они втыкаются. Дорогие наушники присылают. Вот с таким входом. Не спрашивая, куда втыкать. Не у всех такие есть в ходам. Ну, и ладно. Посмотрим внешне, визуально. Они уже, кстати, сразу с амбишурами. Вот в такой поролоночке. Опять же, какие-то китайские знаки. Они не обижаются. Они не смотрят мои обзоры. Наушники дают, а обзоры не смотрят. Их проблемы. Ну, выглядит прикольно. Необычно. Ромбовидная. Такая у него форма. Здесь написано вот это самое Division L. Ну, то есть левый наушник. А уже вот эта часть такая полупрозрачная. Матовая, полупрозрачная. Амбишурок там очень много. Ну, тут ничего тут нету, опять же. Никаких микрофонов, ничего. Просто два входа под кабель. И вот они, самые сменные амбишуры. Вот они, сменные амбишуры. Всех мастей, как говорится. Я вот смотрю на них и не пойму, они анатомические или нет. Но они лёгкие. Да, кстати. Они прям очень лёгкие. Очень лёгкие. Но звук отсекает отлично. Полная глухота. Ничего ни хера не слышу. Так выглядит. Я потом на просто обработке посмотрю. Так, ничего не знаю. Ничего не вижу, вернее. И вот такой кабель. Кабель не сильно толстый. Как я бы сказал, средний. И, опять же, запомните, обратите внимание. Вот такой у него коннектор. Вот такой. Ну, здесь стандартный. Я могу от друг... Я могу от другого сейчас взять. У меня есть такой кабель. Но всё равно здесь вы видите, сколько у него пинов. Раз, два, три, четыре, пять. На обычном три. Ну, то есть они явно не подойдут. Чего сейчас смысл не доставать там этот кабель? Они не подойдут. Ну, вот такой очередной обзор. В прошлый раз тоже прислали. За 37 наушники тысячи. По-моему, 37 стоили. Вот с таким же входом. Где я его возьму? Куда втыкать? В визуалочку глянули. Ну, звучат они по-любому неплохо. По-любому. Я уверен. Потому что здесь, опять же, очень важна вот эта компоновка. Балансная арматура и две штуки. То есть, по-любому будет очень хорошо проработаны высокие и вокалочка. Будет просто отлично. Я просто такие даже не слышал. Где присутствует балансная арматура, чтобы было плохое качество звука высоких частот. Ну, и опять же, для басочка у нас здесь есть динамический драйвер. То есть, бас 10-миллиметровый, в принципе, стандартный. Бас здесь тоже должен быть хороший. Ну, укомплектовали, конечно. Карасайта. Так, я вообще хочу сказать, что все вот эти наушники, которые у меня в последнее время, аудиофильские, так называемые, они все звучат плюс-минус одинаково. Там прям реально надо разбираться. Быть на самом деле прям крутым профессионалом. А я все равно вам этого не расскажу. Я, в принципе, могу, в общем, сказать, что все наушники, особенно с такими компоновками, две балансные арматуры, два динамических драйвера, там один динамический драйвер, его тоже будет достаточно. Они все звучат очень круто. Абсолютно. Стоят до хрена, но они того стоят. Ну, а подробные обзоры, я думаю, вы с легкостью найдете на YouTube. Хотя вот эти все новинки мне присылают. Их на обзорах может еще и не быть. Ну, появится в ближайшее время в любом случае. Ссылочку, где я все это дело продаю на Авито, оставлю в описании. Да, в принципе, в описании канала все у меня есть. На Авито подписывайтесь, потому что много в последнее время у меня наушников на обзоре. И причем именно крутых аудиофильских. Ерунду не держим. Друзья, облом, но ничего, ничего страшного. Вам большое спасибо всем за просмотр. До новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok